Ну, Кристина наконец-то приехала, так сказать, в цивилизацию из своего бомжевания и находится довольно-таки в таком грустно-приятном расположении духа. Ну, она наконец-то в Екатеринбурге, в гостинице, смогла нормально сходить и помыться, поспать одна на кровати, не кантоваться там на каких-то диванах или не жить там неизвестно где. Ну, в самолёте, когда она летела в этот Екатеринбург, она могла пообщаться на своём родном языке с девушками, которые тоже там куда-то летели, ну, без всяких, вот, знаете, преград языковых и культурных. Ну, и в Екатеринбурге она тоже встретилась со своими подругами и тоже могла нормально посидеть там в ресторане и нормально пообщаться. Ну, она также смогла сходить в ресторан без нервного потрясения, скажем так, от цен. Три доллара завтрак – вот это как раз та цена, которая Кристине по карману, которую она может себе позволить. Ну, ну, скажем так, вот это вот печальный итог тринадцатилетней иммиграции для Кристины. Ну, и не только для Кристины, вы знаете, многие иммигранты, у них итоги вот примерно такие же. Вот тринадцать лет человек прожил в Америке, и что, какой результат? Дома нет, квартиры нет, жить негде. Дома нет, денег нет, ну, нет, мало, на них ничего не снять. Работа сиделкой – пятьдесят лет скоро. Дочка одета лисой, бегает на четвереньках, живёт с папаней, со странным. Вот такой вот печальный итог тринадцатилетней иммиграции у Кристины. Она, наконец-то, вот приехав в Екатеринбург, я думаю, что почувствовала себя, ну, нормальным таким человеком, полноценным. То есть она там не настолько нищая, как она нищая в Америке, вот в этой Калифорнии, где она, ну, фактически, ну, бомжиха. Ну, бомжиха, ей негде жить, нет дома своего. Бедная. А когда ты бедный, да ещё ты бедный в чужой стране, то это, конечно, очень печально. Ну, даже у себя в стране как бы печально. Но в чужой стране, где у тебя, ну, нет, скажем так, особой поддержки ни от кого, и денег нет, то это вдвойне печально и очень, наверное, тяжело именно, ну, в моральном плане. Даже не так вот в материальном плане, а в моральном. Когда ты бедный, то ты зависимый. То есть ты зависишь от вот этой вот поганой работы с сиделкой, на которую Кристина, ну, рада бы не ходить, но приходится. Ты зависим от вот этого вот бывшего деда скряжного, которого тебе приходится терпеть, потому что ты не можешь себе позволить взять свою дочку к себе и жить с ней отдельно в каком-нибудь хотя бы арендованной квартире. Я уж про свою вообще молчу. То есть ты вот зависишь от него, ты вынуждена к нему приходить и терпеть все его эти закидоны, выкидоны. Ты вынуждена терпеть вот этого пьющего хани, который напьется и может морду начистить, потому что тебе тупо, ну, негде жить. Вот ты вынуждена жить с ним, терпеть его дочку, которая там чувствует себя хозяйкой, понятное дело. Почему нет? Она его дочка. терпеть её характер, терпеть его характер, потому что, ну, ты не можешь себе позволить делать то, что ты хочешь, потому что ты бедный. И таких людей у нас, ну, очень много. И вот это всё, вот эта вот зависимость, вот эта вот всё, вот эта бедность, она морально очень... Ну, в общем, она человека давит. И на Кристину, я думаю, что вот это вот всё очень сильно в Америке давило. И она, наконец-то, приехала в Екатеринбург, где она может себя хотя бы на какое-то время ощутить нормальным человеком, более-менее. Ну, её подружка в детство, ну, такая приятная женщина, ничего не могу про неё сказать. Мне кажется, она намного выглядит спокойнее, увереннее и счастливее Кристины, потому что, ну, она, хоть у неё и нет мужа, но она, думаю, что обеспечена. У неё свой дом, у неё, где она там разводит всякие цветы, у неё дочка уже выросла, замужем самостоятельная. То есть она, ну, как бы по жизни она состоялась. Ну, она ищет себе мужа, но у неё, видите, уже какие-то требования к мужу, к будущему, потому что, ну, нет, как говорится, такого, какое ей надо, а он ей не нужен. Ей не нужно терпеть никакого алкоголика ради жилья, ради документов, ради того, чтобы он дал тебе возможность увидеться с ребёнком, как это приходится делать Кристине. Поэтому, да, вот, иммиграция такая, к сожалению, у неё очень неудачная. Ну, многие спрашивали, как ты думаешь, зачем она приехала в Карпинск? Ну, понятное дело, что она не приехала в Карпинск для того, чтобы повидаться со своей матерью, её тёткой, этой Ленкой. Сейчас дорога в Карпинск в Россию вообще занимает очень много времени, и она довольно-таки дорогая. Я думаю, что Кристина не соврала, что она заплатила, по-моему, 2600 долларов за билеты только. Конечно, да, вот такие примерно сейчас цены на билеты. Вряд ли Кристина будет платить такие деньги, чтобы повидаться со своей матерью. Она приехала, скорее всего, по каким-то там своим делам, поменять российский паспорт. Возможно, и присмотреть себе какой-то угол, потому что всё-таки иметь свой угол в Екатеринбурге, наверное, для неё более реалистично, чем иметь какой-то свой угол в Калифорнии. То есть там для неё всё недоступно абсолютно. А в Екатеринбурге, может, какую-то квартирушечку прикупят, и по крайней мере на старости лет у неё будет своё какое-то место. Потому что рассчитывать на Кассандру, что Кассандра там будет о ней заботиться, это, по-моему, дело последнее, потому что Кассандра вряд ли будет заботиться о такой матери. Поэтому думаю, что да, приехала прозондировать всё вот это вот дело, так как её нынешнее положение весьма печальное, ну, в финансовом плане. И потом кто-то говорил, как же она может себе позволить остановиться вот в этой гостинице, там, 100 долларов в сутки. Ну, я думаю, что гостиница у неё немножечко подзаказала рекламы, и Кристина их там усиленно рекламирует в обмен на постой. И потом она ещё говорила, что якобы компания, где она арендовала машины, раньше её заблокировала. Она никак не может понять, за какие такие грехи её эта компания заблокировала. Ну, я думаю, что компания её заблокировала не просто так, а, скорее всего, Кристина, наверное, подразбила их машину в прошлый раз и отказалась за это платить. Заблокировала эту карту свою американскую, потому что раньше кредитные карты американские можно было использовать в России до всего вот этого. Ну, а сейчас нет. Я думаю, что она, наверное, подразбила им машину и не оплатила, поэтому они её отправили в блокировку. Субтитры создавал DimaTorzok